Здравствуйте дорогие друзья! Я продолжу тему устройств для умного дома Xiaomi и в этом обзоре постараюсь максимум подробно рассказать про датчик движения для умного дома Xiaomi от Acara который имеет ряд своих технологических особенностей, про которые я попытаюсь максимально подробно вам рассказать. Итак, начнем как всегда с технических характеристик. Что здесь следует отметить? Протокол Zigbee, я надеюсь все помнят что такое Zigbee, а кто не помнит то приглашаю посмотреть мой видео обзор по тому как работают шлюзы датчики Xiaomi то есть для работы этого датчика обязательно нужен шлюз без вариантов. Элемент питания здесь CR2450 это такая таблетка большая диапазон рабочих температур минус 10 плюс 45 градусов и влажность от 0 до 95% ну давайте посмотрим что внутри нашей этой коробки здесь находит где мой большой кинжал так открываем как видите я все делаю на камеру без вас ничего не делаю вот здесь еще есть бумажка вот собственно говоря что у нас что нас ждет внутри коробки сразу же первое отличие что бросается в глаза это как вы заметили нога такой ноги не было в датчике движения для Xiaomi в первой версии что вызывало некоторые трудности в его установке есть даже модели для 3D печати вот что-то вроде такой ноги держателя для того чтобы можно было его каким-то образом устанавливать на различные поверхности так датчик движения здесь у нас двусторонний скотч наклеен и кстати обратите внимание вот тут такая не побоюсь этого слова пимпочка это у нас датчик освещения насколько я знаю нога здесь у нас двусторонний скотч с обоих сторон что у нас еще идет в комплекте ничего у нас не идет больше в комплекте здесь у нас инструкция по направленности в общем здесь ничего такого особенно нового нету вот на датчике сверху у нас имеется логотип АКара крышка сейчас попробуем снять простым проворотом и вот это собственно говоря батарейка 2450 установлен здесь батарейка элемент Panasonic менять легко если тут приклеится датчик сам сняли и все то есть отдирать не надо перед тем как подключать к системе давайте немножко посмотрим что здесь у нас за нога такая она может двигаться перемещать сгибаться скорее вот так вот на 90 градусов то есть вы можете наклеить вот так вот датчики вот так вот его поднять на стене вот так он будет в принципе что удобно с датчиком от Xiaomi приходилось что-то мудрить или там верх ногами его клеить или еще как-то но вот так вот к поверхности вертикально его без дополнительных каких-то ухищений поставить было нельзя так что в общем-то за такую ногу всем респект и кстати продаются на Алиэкспресс отдельно вот такие вот ноги я видел где-то эту ссылку я обязательно ее найду и оставлю в комментариях под этим видео у кого есть датчики обычные Xiaomi не переживайте сейчас ног хватит на всех можно будет по какой-то там цене честно говоря сейчас я не помню сколько стоит пару долларов он конечно стоит но зато можно получить красивое элегантное решение для того чтобы закрепить уже имеющийся у вас датчик если у вас такой есть и вам нужна такая нога и обратите внимание вот здесь сбоку вот этой поверхности датчика движения имеется кнопка Акара все делает на кнопках вот эта кнопка нужна для соперяжения с шлюзом то что Xiaomi делала такой вот дырочкой которую надо было нажимать кнопка была под поверхностью и доступ к ней был через отверстие на корпусе который надо было нажимать при помощи скрепки вот и давайте еще я немножко крупным планом покажу инструкцию вот так сейчас попробую лучше навестись вот здесь показаны углы каким образом действует что здесь можно сказать вот это 2 метра 4,5 метра и по прямой 7 метров и здесь угол по охвату 170 градусов обещанный что следует ждать остальное посмотрим сейчас опытным путем перейдем к установке нашего датчика здесь все в стандартном режиме переходим вкладочку девайс нажимаем добавить под устройство вот кстати у нас здесь появилась наконец-то последним пунктом уже кнопка отдельная кнопка Атакара то раньше приходилось добавлять ее как обычную кнопку выбираем датчик теперь нажимаем на кнопку на кнопку нажать кстати несмотря на то что она довольно но не утоплена пальцем довольно тяжело я нажимаю так же скрепкой три раза мигает вот светодиод как нарисовано здесь нам мастере и сейчас да есть подключено выбираем локацию здесь выбираем иконку и пусть у нас пока он будет так и по умолчанию называться так вот есть у нас появился датчик причем у него видите свой вид потому что датчики вот это вот Xiaomi вот датчик вот коридор и вот датчик прихожая видите они немножко как вид у них как под углом а этот нарисован так у него фронтально фаз как говорится давайте перейдем на его страницу настроек здесь в общем такая страница с двумя вкладками это сценарий и лог и лог работы видите кроме того что он находит движение вот у него что-то связано с освещением есть что интересно то есть датчик освещения работает что у нас в настройках есть отдельно лог по освещению люксы что можно посмотреть также в разрезе дней недель и месяцев то есть есть датчик по освещению уровень освещения это интересно но остальное здесь в общем-то все более-менее стандартное давайте посмотрим каких он может у нас участвовать в сценариях вернее какие условия для сценария он нам предлагает давайте попробуем создать сценарий вот и посмотрим какие у нас здесь есть действия так они у нас на китайском языке давайте я сейчас их прогоню через переводчик ну в принципе вот эти все центральные с цифрами я могу вам сказать и без без переводчика и даже первую наверное первое это движение обнаружено все остальные это движение нет в течение 2 5 10 20 30 минут а вот последнее меня интересует опция сейчас я ее переведу и буквально через секундочку вам скажу что же она значит я оказался прав насчет первых всех пунктов но тут сложно ошибиться первый пункт это кто-то движется и здесь отсутствие движения в течение вот этой вот первая циферка минут а последняя надпись на китайском языке буквально переводится как яркость темный законодательный орган что меня немало повеселило но если перевести на литературный язык это означает в темноте что это нам может дать и в принципе как я планирую использовать этот датчик то есть установив движение условия в темноте и добавив еще одно условие движения видите тут сразу два условия мы можем например поставить свет вот вот этот вот цвет это филипс потолочный светильник филипс кто не смотрел обзор советую посмотреть очень светильник популярный людям нравится в принципе очень хорошая штука вот и напомню этого светильника есть 4 сценария вот эти вот с 4 по 7 пункт и вот последний вот этот пункт это режим ночника что нам даст этот сценарий давайте рассмотрим когда будет в комнате темно то есть это ночью свет не горит и будет обнаружено движение то будет включаться светильник в режиме ночника там кто-то ночью выйдет на кухню попить водички грубо говоря и он включит светильник в режиме ночника так чтобы не ну в темноте глаза сами понимаете яркий свет особенно когда этот светильник сверхяркий светит очень как бы неприятно и я собираюсь использовать именно в таком режиме ставить сценарий в темноте обнаружено движение светильник в режиме ночника но тут есть другой нюанс давайте я сохраню этот сценарий пусть он будет пусть так себе называется здесь есть один момент сам по себе светильник он включается при помощи кнопки сейчас я покажу как оно выглядит вот так беспроводная кнопка по одному нажатию и здесь отрабатывается условие включить выключить свет и здесь заключается сложность если у вас светильник например ночью включится в режим ночника то следующее нажатие на эту кнопку тоже включит его в режиме ночника вы утром приходите нажимаете на кнопку и у вас бац режим ночника это неудобно что же здесь в этом случае мой выход из положения что я как бы как бы вижу значит смотрите первым делом что мы делаем создаем еще один сценарий на кнопку сейчас я нажимаю добавить сценарий выбираю эту же кнопку так сейчас пойдем не жестоко устройств что попробую здесь вот кнопка на сингл клик я ставлю включение светильника тоже сцены вот эта первая сцена это яркий свет и добавляю сюда еще одно условие тут на самом деле надо два условия добавить ну я сейчас покажу нахожу сценарий свой включение вот стандартный кухня свет и включаю включить сохраним и здесь я этот сценарий назову кухня яркость то есть это у нас будет яркость окей теперь смотрите что я хочу сделать нахожу снова этот сценарий теперь у него уже есть имя кухня яркость вот он и после того как этот сценарий будет активирован я наверное зря там добавил ладно сейчас я покажу что я хочу сделать и вы все прекрасно поймете этот сценарий выключить ладно пусть будет так значит смотрите у меня есть сценарий по которому включается светильник этот потолочный на максимальную яркость следующая кухня свет включить это обычный включается обычный сценарий просто на переключение нажатие кнопки включить выключить светильник не третье условие вот этот сценарий который я написал кухня яркость выключить сохраняем есть и теперь нам надо добавить вот этот вот сценарий когда у нас ночью будет включаться в режиме ночника свет мы что делаем мы кроме того что вы включаем ночник мы отключаем сценарий кухня свет это просто по нажатию кнопки включить выключить этот самый светильник и включаем сценарий переехал я далеко и включаем сценарий яркость то есть это у нас будет режим сама выключаемых сценарий вот он включить и так смотрите ночью когда вы идете на кухню охотиться на холодильник в темноте сенсор видит что темно видит движение и включает свет в режиме ночника при этом кнопка которая в обычном режиме включает выключает светильник этот сценарий отключается и включается сценарий который врубает светильник на полную яркость сохраняем его вот после того как вы в следующий раз захотите включить свет он у вас включится по сценарию на полную катушку вернется обратно к действию сценарий который просто включает выключает свет и отключится сценарий яркости вот такое вот как бы взаимодействие проблема заключается в том что если вы хотите включить свет на определенную яркость здесь только одно действие клики вы не сможете этот цвет светильник отключить то есть вы нажали он включился еще раз нажали он уже включена отключить нельзя и для того чтобы можно было включать и выключать светильник именно по сценарию нам надо вот такая связка из сама отключаемых сценариев тут ничего не поделаешь вот мехом к сожалению большая такая проблема у мехом а он не позволяет отслеживать текущий статус устройств ничего не поделаешь а теперь давайте со сценариями разобрались проведем небольшой полевой тест будет ли работать действительно этот сценарий так как задумано будет ли он срабатывать только в темноте или будет он срабатывать и если нет темноты и так сейчас обычный режим работы светильника он работает по включить выключить все стандартном режиме и теперь попробуем при освещении вот лежит датчик движения попробуем будет ли он реагировать на движение и переключать светильник режим ночника никакой реакции освещение есть он не работает теперь выключим свет не попробуем проделать то же самое так вот пожалуйста результат перешел светильник режим работы ночника сработало теперь надо проверить сейчас у нас согласно нашим сценариям кнопка должна его включить в режим максимальной яркости работает сценарий кухня яркость так и есть и теперь у нас он должен опять нормально в штатном режиме работы так и пробуем никакой реакции светильник вернее датчик движения его не переключает освещение и сценарий не срабатывает так а давайте попробуем его вот так вот перевернуть так и так попробовать или даже сделать его немножко тень ему какую-то сделать вот так вот и эксперимент вот ему соорудил такую нет не реагирует освещение есть не реагирует так а если теперь выключить свет и без света он смотрите сразу хлоп и светильник режиме ночника в принципе ожидаемо работают так как я и планировал но для того чтобы не было вообще ложных никаких срабатываний я этот сценарий который переключает в режим но вернее который работает включение светильника в режиме ночника по движению в темноте я буду включать только ночное время по таймеру где-то например 2230 по таймеру ли там что в 11 11 вечером он будет включаться и там часиков там 6 7 утра он будет выключаться что обезопасит например если в какой-то пасмурный день не знаю чтобы он не с ними не срабатывал на включение ночника в режим ночной подсветки и давайте еще обратим внимание на лог работы этого датчика движения и здесь видно когда обнаружение движения и когда обнаружение движения здесь еще указан люкс освещение я так понимаю что вот эти вот как раз люксы это когда он указывается это вот работа его датчика освещенности еще бы ну опытным путем я думаю можно определить при каком значении вот этих вот люкс света он считает что темно ну явно где 210 люкс это точно темно остальное думаю что вот эти вот когда он пишет люкс и скорее всего я так думаю я не уверен это вот когда он считает что необходимо сценарию срабатывать ну по крайней мере первое испытание показала полностью ожидаемый режим работы он включается в темноте включая светильник в режим ночного света что мне и нужно было а также в общем то протестировано и нормально работает связка вот этих вот сценариев и после того как светильник включается в ночном режиме как его перевести обратно в полноценный режим системе demotex как вы видите новый датчик не появился с момента датчика дыма вот который у меня сейчас последний ничего больше не добавлялось пока этого датчика в системе нет версия у меня стоит 8153 ну будем надеяться что его добавят несколько позже тогда будет удобнее настраивать не надо будет вот играться с вот этими переключениями сценариев мехом и прикрепляем здесь видите тут уже есть пара кнопок вот так немножко поворотом в двери чтобы он мог отслеживать во первых чтобы ему было и видно по освещению когда включаться нужно когда не нужно даже вот так наверно вот ну немножко я камеру не заметил куда поворачивать вот датчик и на ноге он тут отлично висит и буду я этот датчик использовать в качестве ночной подсветки для похождения на кухне надеюсь обзор был интересен датчик движения несомненно гораздо более функциональный чем датчик движения от сяоми вот и нога тему очень нужна нога и датчик освещенности тоже нужен по крайней мере не будет путать вас когда свет чтоб когда тот самый есть свет он у вас не срабатывал ну в общем то мне датчик этот понравился и могу я вам его смело рекомендовать покупки вот так висит вот надеюсь что обзор был полезен если у вас остались еще какие то вопросы задавайте их обязательно в комментариях под этим видео так ставьте лайки буду рад если вы подпишитесь на мой канал до новых встреч дальше будет еще много чего интересного